добрый день дорогие друзья с вами снова юрий пузыревский и это видео будет скорее продолжением предыдущего видео в котором я рассказывал как удерживать себя в состоянии когда вы находитесь в сложных переговорах в жестких переговорах в общем в какой-то некон не комфортной беседе и в прошлом видео я рассказал о двух способах первый способ это якорение когда мы вспоминаем ресурсное состояние создаем себе якорь создаем себе волшебную кнопку впрочем посмотрите видео там все подробно описано и второй способ это был моделирование из второй позиции когда вы как бы входите в роль того человека который умеет делать этот навык и у нас возник вопрос написал его алекс князь я его прямо сейчас зачитаю после изучения объекта моделирования как именно встроить его поведение себе и как раз таки большое спасибо алекс у вас возник этот вопрос и он возник нет не спроста это говорит о том что вы все-таки делаете то что я рекомендую и для этого есть хорошая техника которая поможет ну как бы расширить ту модель о которой я рассказывал в предыдущем видео смотрите друзья самый короткий способ чему-то научиться это найти того человека который уже умеет это делать и для того чтобы научиться чему-то мы можем смоделировать поведение другого человека чтобы максимально приблизиться к его стратегиям и научиться делать что-то значит что вам сейчас понадобится если есть какой-то навык который вы хотите в себе развивать но пока он еще у вас ну скажем так на зачаточном уровне то вы можете найти такого человека который этим навыкам уже хорошо владеет это может быть кто угодно это может быть киноактер который владеет каким-то лучезарным взглядом это может быть какой-то певец это может быть просто уверенный в себе человек вы хотите смоделировать его уверенность в себе возможно это даже какой-то программист который умеет писать код или это какой-то я не знаю композитор или музыкант который пишет какую-то красивую музыку но самое главное самое главное вам найти этого человека и представить его определенным образом я вам расскажу сейчас технику которая называется любимый герой она как раз таки помогает как по просьбе алекса она как раз таки помогает встроить в себя стратегию другого человека уже на более продвинутом уровне чем просто пытаться его изображать что нам нужно первый шаг выберите этого человека найдите этого человека который обладает тем навыком той способностью которые которые вы хотите в себе развивать что делать дальше когда вы сделали первый шаг и вы выбрали такого человека представьте технику рекомендую делать сидя то есть вы покопаетесь у себя внутри в голове найдите того человека который уже умеет что-то делать хорошо что вам хочется научиться делать точно так же потом вы просто присядьте прям сейчас можете присесть и рекомендую смотреть это видео и ставить его периодически на паузу прям пошагово делать вместе со мной тогда у вас лучше получится представьте экран представьте такой телевизионный экран в любом месте того пространства где вы находитесь на котором будет изображение этого героя причем вам нужно представить этого человека неважно это кто-то из тех людей которые находятся на телевизоре а может быть ваш дядя или ваш ваша тетя или ваша мама или ваш папа или ваш друг умеет что то что не умеете вы и он умеет это делать качественно вот когда вы нашли это этот объект вы представили экран где-то внутри вашего пространства можно делать с закрытыми глазами и представьте что вы сидите и смотрите на этот экран на этом экране изображен ваш герой и вам нужно вам нужно включить этот фильм и как бы посмотреть фильм про этого героя то есть просто включаете play и начинаете просмотр и когда вы просматриваете просматривайте отрезок фильма где ваш герой непосредственно демонстрирует данный навык если вам нужен навык уверенности в переговорах то представьте себе человека который уверенно ведет переговоры и либо вспомните либо вообразите как он это делает и посмотрите небольшой отрезок фильма с ним просто мысленно просматривая этот отрезок что дальше пока вы будете смотреть этот отрезок ответьте себе на несколько вопросов это очень прям важно какие цели у этого героя прям обратите внимание какие у него цели просто ответьте так как вы считаете дальше в чем он убежден во что верит да это уровень убеждений ценности и верой верований обратите внимание на то во что он верит какие у него прям есть верования и ценности и третья какая у него миссия какая у него миссия в чем его смысл жизни ну понятно что здесь имеется ввиду по вашим предположениям если вы с этим человеком никогда не общались конечно вы вы можете не знать его миссии да причем это человек может даже сам не знать своей миссии но мы здесь моделировать мы здесь учимся дан дальше и не когда вы просматриваете этот фильм обратите внимание на обстановку во время того как он демонстрирует навык он стоит или сидит если он сидит то как он сидит он сидит скрюченный напряженный или он сидит на оборот расслабленный и лимон наоборот жестикулирует то есть обратите внимание на его поведенческие моменты то есть что он непосредственно делает прям просматривая этот фильм задавайте вопросы какая цель какие убеждения ценности какая миссия и обратите внимание на детали также обратите внимание на то что есть вокруг этого героя когда вы просматриваете этот фильм и куда он обращает свой взгляд на что он смотрит он смотрит в камеру или он смотрит на другого человека или он смотрит вообще в пол то есть это тоже важные моменты которые не стоит упускать из виду дальше когда вы проделали второй шаг когда вы проиграли вот эту небольшую сценку у себя в голове просматривая то как действует ваш персонаж который обладает необходимым вам навыкам вам нужно поставить фильм на паузу и отмотать его в самое начало то есть когда вы проделали второй шаг ответили на вопросы про цели про миссию и так далее обратили внимание на обстановку поставили на паузу перемотали в самое начало и как бы входите в этот экран представьте что вас попросили сыграть роль этого человека вот представьте человек не пришел на съемки к примеру фильма до который вы только что проигрывали а вам нужно это все дело проиграть чем вам сказали что у вас будет прям лицо этого человека костюм этого человека представьте что вы это он войдите в этот экран и начните прокручивать этот фильм уже играя эту роль то есть вы уже не смотрите на себя со стороны а вы уже как бы в этом экране вы уже исполняете роль этого героя также когда вы будете просматривать вы вспомните про те цели которые вы определили верование миссию и что самое важное обратите внимание когда вы у себя в голове мысленно проигрываете это все обратите внимание на то что с вами происходит обратите внимание на ощущение в вашем теле это прям очень важно это прям вот самый ключевой момент в этой технике когда вы мысленно проигрываете эту роль вам очень важно сконцентрироваться на ощущениях и когда вы проиграли эту роль когда вы уже сконцентрировались на ощущениях когда вы уже хорошо вжились в эту роль задайте себе еще раз вопрос вопрос но вы уже как бы находитесь в этой роли и задаете вопрос к самому себе да но вы задаете сейчас сформулирую вы задаете вопрос как бы этому герою но этот герой есть вы вы задавайте вопросы опять же какие есть цели во что я верю какая миссия и вот здесь вот когда вы себе что-то представляли и когда вы вошли в роль и здесь могут быть немного разные ответы они могут повториться если вы очень хорошо представили но в принципе они могут быть разными и любой вариант ответа он хорошо если разные окей если одинаковые тоже окей и дальше когда вы уже ответили на эти вопросы играя роль вы доиграете роль мысленно у себя в голове в своих представлениях до конца и потом когда вы доиграли станьте снова с собой станьте снова с собой и немножко порефлексируйте немножко позадавайте себе вопросы какие новые возможности открываются перед вами когда вы играете эту роль прям очень важно потому что вы уже по большому счету отвечая на эти вопросы испытывая ощущение вы уже отчасти его смоделировали дальше задайте себе вопрос в чем отличается в чем отличаются ваши верования ваши цели и ваша миссия от миссии вашего героя вот прям здесь очень важно задать себе вопрос мы верим в похожие вещи цели у нас похожие и миссия у нас похожие или нет если вещи эти сильно разные то скорее всего это может быть причиной того что у вас этот навык пока не получаете просто задайте себе вопрос как влияют ваше верование ваши цели и ваша миссия на исполнение данного навыка и поверьте мне вы найдете очень много интересных ответов для себя которые вы сможете подкорректировать да обозначить какие-то цели обозначить какие-то убеждения возможно которые стоит сменить или принять новые и возможно задумаетесь о миссии дальше что могу сказать я очень часто пользуюсь этой техникой я раньше очень много моделировал ну допустим приведу такой пример а мне в моей тренерской работе периодически нужно шутить мне нужно шутить для того чтобы потому что когда работаешь два непрерывно дня с группой группа начинает иногда затухать настроение начинает падать и эту энергетику да позитивную ее нужно удерживать и когда я начинал только вести тренинги мне он скажем так не очень хорошо удавалось шутить я шутил с таким прям серьезным лицом я готовил заранее шутки люди почему-то не смеялись тогда я прибегал к моделированию комиков я моделировал многих комиков больше всех мне понравился роман юнусов был такой дуэт в comedy club сестры зайцевы и вот мне его персонаж как бы срезонировал мне вот стало интересно мне стало интересно как он это делает я прям смотрел его ролик а потом делал вот эту технику и знаете что я нашел я нашел ключевые отличия во первых когда он шутит он улыбается я когда шутил я не улыбался но самое главное когда я дошел вот здесь на третьем шаге и обратил внимание на ощущения я словил то когда я играл его роль у себя в голове я словил то что его в буквальном смысле разрывает внутри себя в хорошем смысле слова то есть его прет от этой шутки ему самому от этого всего очень смешно и вот это был крик было ключевое отличие в моих ощущениях и ключевое отличие в том как я его смоделировал и когда я начал применять вот эту стратегию которую нашел благодаря этой технике у меня с шутками все стало намного лучше дальше друзья я моделировал ну я вообще периодически этим занимаюсь можно даже сказать наверно постоянно этим занимаюсь я моделирую и тренеров которые мне нравятся которые хорошо допустим умеют наводить транс я моделировал многих выступающих допустим на тдx который мне нравится потому что у каждого человека можно найти какое-то качество какой-то навык который было бы хорошо себе взять в копилку поэтому берите эту технику на вооружение алекс князь я надеюсь я еще больше раскрыл для тебя эту тему большое спасибо за качественный вопрос я напоминаю что на нашем канале сейчас идет розыгрыш розыгрыш заключается в том что по мере того как мы наберем 1000 подписчиков а это уже случится я думаю достаточно скоро я проанализирую все комментарии и те люди которые задают самые толковые комментарии задают адекватные такие вопросы вот например как алекс князь или многие другие я выберу одного или двух человек как это будет происходить я буду выбирать конечно очень субъективно я буду выбирать от себя то есть скорее всего это будет происходить так когда мы наберем 1000 подписчиков я вспомню тех людей которые больше всего пишут а как вы знаете те кто больше всего пишут тебе больше всего запоним запоминаются поэтому вот алекса я уже запомнил есть еще павел не помню фамилию но я тоже уже его запомнил и те люди которые пишут больше всего комментариев получат один или два человека не знаю насколько это будет получат доступ к нлн к курсу нлп практик онлайн совершенно бесплатно кстати курс стартует уже 13 июля поэтому давайте напряжемся давайте сделаем тысячу подписчиков и тогда вы попадете на курс совершенно бесплатно дальше друзья берите эту стратегию очень рекомендую очень хорошая техника и оставьте в комментариях что вам из этой техники было прям вот хорошим таким серьезным открытием и после проделывания этой техники напишите пожалуйста того героя которого вы моделировали и какие какую вы нашли разницу между своей стратегией и его стратегии причем если ну сходятся ли ваши цели сходятся ли ваши убеждения сходятся ли ваши внутренние ощущения это очень интересно это очень важно поэтому я буду ждать ваших комментариев и до скорых встреч пока пока